в этом уроке мы с вами зарегистрируем домен домен это адрес сайта то есть я надеюсь вы знаете что это такое то есть вот например мой сайт вот мой адрес сайта по которому на меня могут выйти через интернет это и есть домен это вообще очень важный ответственный шаг здесь нужно хорошо все продумать так как потом мы не сможем менять данный адрес у нас он будет один-единственный точнее его можно конечно будет сменить но вам придется начинать все сначала представьте вы зарегистрировали домен на этом домене ваш магазин пробыл год за это время поисковые системы проиндексировали страницы ваши с вашим доменом и уже пригоняет вам какой-то трафик трафик то есть людей если вы смените домен заново нужно будет проходить индексацию в общем потеряете часть трафика поэтому вы должны понимать что здесь нужно отнестись очень серьезно и есть один маленький нюанс но такой довольно таки весомый если мы сможем правильно все сделать то мы без лишних усилий в дальнейшем сможем получать бесплатный трафик с поисковых систем как это сделать смотрите например вас магазин по продаже инструментов а слово инструменты будет встречаться часто на вашем сайте там где-то в товаре где-то в заголовке категории и так далее вот смотрите поэтому нужно постараться адрес сайта чтобы звучал так же то есть например инструменты точка ру вот если вы сможете подобрать такой же домен чтобы он был коротким без лишних там слов и чтобы был максимально близко к вашей тематике вашего сайта такой сайт в выдаче поисковой яндекс например или google будет лучше выше показан нежели сайты конкурентов такое сделать тяжело потому что красивые адреса они уже все заняты например инструменты точку ру может быть уже занят но и соответственно как это пишется по русски мы не будем писать нам нужно получить как бы английскими буквами по-русски чтобы домен был да то есть смотрите вы например можете зайти в админку вашего сайта перейти материалы менеджер материал создать материал и в заголовке материал пишите инструменты нажимаете сохранить и вот здесь появляется альяс то есть если вы не знаете как написать то воспользуйтесь вот так как я сейчас сделал создал просто материал то есть нам нужно вот это слово видите инструменты и . ru зачем нам это нужно во первых здесь правильно уже написано и нам нужно проверить занят ли наш домен который мы хотим или нет ваша задача будет сначала выписать примерные какие-то приблизительные слова вашей темы вашего магазина то есть инструменты у него могут быть какие-то другие схожие слова потому что скорее всего если будет одно слово но уже будет занято вы сначала сделайте список например из десяти доменов которые вы хотели бы зарегистрировать что потом сразу весь десяток прогнать проверить заняты доменные имя или нет то есть вот это важный момент чтобы не было такого у вас например инструменты магазин инструментов а ваш сайт адрес сайта например какой-нибудь там цифры точку ру или магазин точку ру вроде бы магазин инструменты они как бы близкие до слова потому что инструменты можно купить магазине но это уже не то нужно желательно как я уже говорил адрес сайта что был именно ключевым словом которое часто у вас встречается то есть у вас магазин инструментов у вас в описании написано про инструменты заголовок инструменты да и соответственно адрес сайта в идеале это конечно должен быть инструменты . ру или . ком то есть тут уже в зависимости от вашей цели если у вас магазин как бы сказать не только для россии для всего мира тогда выбираем зону . ком мировая зона ру это такая распространенная зона по россии да ну конечно еще . су . нет и так далее но я предпочитаю как-то вот или ру или ком теперь как проверить дома на имя мы проверим и там же зарегистрируем его регистрация домена стоит 99 рублей это сумма за год когда год пройдет вам придет уведомление на email что пора продлить домен продление домена стоит уже 300 рублей и потом каждый год будет продлять по 300 рублей какой выбрать регистратор доменов то есть выберем самый лучший как перейти на него просьба зайти на мой сайт дальше вы видите вкладку рекомендации кликаем по слову рекомендую далее прокручиваем чуть ниже и вот второй пункт домен для вашего сайта пожалуйста пройдите по ссылке с моего сайта вот здесь вот ниже витера игру переходим и нас перебрасывает на страницу регистрации доменов это самый лучший регистратор доменов и здесь же мы можем проверить занято ли наше доменное имя которое мы хотим или нет вот в это поле мы вставляем то имя который хотим проверить то есть инструменты . ru и вот здесь справа мы выбираем ставим галочку в checkbox там где мы хотим проверить и вот зону ком есть ru и давайте сразу проверим вот три зоны . на и нажимаем на кнопку проверить вроде как адрес свободный и здесь стоит цена напротив каждого домена если мы наводим один домен на 756 рублей это в зоне нет и в зоне ru вот видите хотя они пишут 99 рублей показано здесь 200 рублей давайте я хочу показать все таки как домен если занят напишем например молоко здесь алиас почистим нажмем еще раз сохранить чтоб получить вот так вот такое слово английский до английскими буквами по-русски здесь в этом поле мы все удаляем вставляем и проверим зоне ru нажимаю проверить и вот ведь как показано когда домен занят вот домен занят то есть вы смотрите занят ли у вас домен или нет домен у вас свободен теперь мы нажимаем на кнопку регистрация и всплывает окно и пишу сюда почту нажимаем на кнопку зарегистрироваться добро пожаловать нажимаем продолжить укажите кодовое слово это для безопасности придумаем какое-нибудь слово я напишу магазин задать далее нам нужно подтвердить регистрацию по почте переходим в нашу почту нам пришло уведомление о дорогу вот вы видите на письмо нажимаем добро пожаловать добро пожаловать в рекру поздравим вас с успешной регистрации на сайте ваш логин здесь показаны и ваш пароль и вот здесь есть ссылка пожалуйста подтвердите регистрацию кликаем по этой ссылке мл успешно был подтвержден далее мы уже здесь с вами авторизованы то есть письмо не удаляйте либо сохраните вот эти данные от вашего аккаунта на регру здесь видно ваш баланс ноль и личный кабинет мои домены и здесь также можно приобрести хостинг но хостинг будем приобретать мы в другом месте кликаем мои домены также можете защитить аккаунт здесь пишется что аккаунт не защищен кликаем защитить и здесь указывается номер телефона привязать вам придет смс к с кодом подтверждения ведете код подтверждения нажмете подтвердить то есть здесь все то же самое я не буду здесь подтверждать ничего вы уже должны знать примерно как это делается и ниже здесь есть ссылки вот зарегистрировать домен то есть мы зарегистрировались с вами в самом сервисе теперь регистрируем домен и здесь есть какой-то странный такой нюанс у меня есть свой аккаунт regru у меня там несколько доменов и почему-то зарегистрировать там новый домен именно через мой аккаунт стоит 99 рублей а сейчас я вместе с вами регистрирую новый аккаунт показано 199 рублей на 100 рублей дороже в общем вы дальше здесь можете нажать зарегистрировать домен вот в этом поле и нажать подобрать но и перед этим нужно поставить галочку напротив той зоны в которой вы будете регистрировать я сейчас ставлю на паузу видео перехожу в свой аккаунт regru и зарегистрирую домен там потому что у меня уже есть аккаунт мне нет смысла регистрироваться в новом аккаунте у меня в одном аккаунте несколько доменов соответственно если у вас потом появятся другие сайты вы также сможете регистрировать это в одном аккаунте и так я зашел в свой аккаунт regru значит делаем то же самое значит кликаем сюда домены на кнопку до ставим без зоны то название которого уже проверили который вам нужно в качестве домена выбираем галочку ставим в той зоне в которой хотите регистрироваться и нажимаем подобрать вот о чем я говорил видите у меня стоимость 99 рублей возможно это для клиентов то есть те люди которые уже имеют здесь зарегистрированы домены домен доступен здесь появляется значит окно то есть внизу появляется такая полосочка как бы вы добавили в корзину данный домен и вот здесь большая кнопка зарегистрировать нажимаем зарегистрировать далее прокручиваем ниже выберите срок регистрации один год 99 рублей но у вас может быть 199 рублей автопродление стоит включено я отключу автопродление это вы например на счет на свой счет в этом аккаунте кладете например тысячу рублей включаете здесь автопродление и когда пройдет год вас не будут тревожить не будет приходить уведомление автоматически будет домен продлен на год и снято будет со счета 300 рублей это чтобы вас не тревожить не заморачиваться но я продляю каждый год поэтому я отключаю здесь можно подключить почту всевозможные услуги они предлагают мы это не смотрим прокручиваем в самый низ и здесь нам нужно будет заполнить информацию все поля помеченные звездочкой обязательные и давайте начнем заполнять значит гражданство выбирайте здесь из списка я оставляю россии фамилия имя отчества и в подсказках написано фамилия по-русски пишем записали значит фамилия имя отчество и по-английски здесь у меня автоматически подставилась вот здесь вот идет пример спускаемся ниже паспортные данные нужно записать серию номер здесь тоже подсказки видите на написано как это выглядит записывайте пожалуйста правдивые данные здесь паспортные данные записали следующие ннн частного лица можете не ставить галочку можно пропустить она не обязательное поле дата рождения выбирайте свою дату рождения можно кликнуть по любой дате чтобы быстро здесь изменить на свое движемся дальше почтовый адрес и также смотрим здесь пример подсказка область не обязательно город населенный пункт записываем улица дом и получатель получатель вот показано как здесь нужно оформить сидорову иванову петровичу также пишите свое имя фамилию и отчество телефон является обязательным полем пишем свой номер сотового телефона прокручиваем ниже и нужно еще заполнить мл здесь внизу стоит галочка создать профиль для быстрой регистрации оставляем потому что если вы будете регистрировать потом еще домены вам не придется вот это все заполнять заново нажимаем на кнопку далее и если вы допустили ошибку как я у вас вылезет такая ошибка и написано помечены поля красным где вы совершили ошибку я просмотрел я совершил ошибку вот здесь самом конце то есть когда мы создавали профиль его в 10 на был как-то назвать пишем какое-то здесь название и пробуем еще раз нажать на кнопку далее и так если мы все заполнили правильно нас перебросить вот на такую страницу нам предлагают заполнить вот эти поля dns зонами мы пока это делать не будем потому что мы у нас сами не зарегистрирован пока еще хостинг это будет следующем уроке когда мы там зарегистрируемся мы возьмем dns сервера который предложен хостинг и пропишем здесь для домена то есть мы как бы свяжем данный домен с нашим хостингом с будущим хостингом поэтому мы этот шаг пропускаем нажимаем далее и так наш дом и помещается в корзину мы с вами здесь еще не пополнили счет можем нажать на кнопку перейти к оплате и нас выбрасывать вот на такую страницу здесь вы должны выбрать каким способом вам удобно оплатить домен на год то есть соответственно я ща буду оплачивать своим способом я буду оплачивать через в мане а вы оплачиваете другим удобно для вас способом я пока ставлю на паузу вы регистрируете здесь без меня я надеюсь здесь у вас сложности не возникнет итак я оплатил домен вы должны были тоже оплатить домен вот здесь правого угла у вас здесь показан ваш кабинет кликайте вот на этот список и вот здесь откликайте мои домены и здесь у вас должен быть один только домен у меня тут несколько моих доменов вот вы видите я только что зарегистрировал хостинг-менеджер мне тут же приходит квитанция с вебмани на email также у вас придет оповещение от регру регистрация домена если вы повторяли за мной сделали все правильно то у вас состояние должно быть активен создан дата да и окончание вот видите на год продлен днс пока нет мы с вами принципе все прошли регистрацию домена мы произвели с чем я вас и поздравляю и увидимся в следующем уроке если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а